Медведский мужской монастырь 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 Наутро, отдохнувшие, полные новых сил и энергии, мы снова готовы были отправиться в дорогу. Впереди у нас были город Тихвин, несколько монастырей в близлежащих районах, но прежде всего нам предстояло полюбоваться красотами Старой Ладоги с другого берега Волхова. Напротив Старо-Ладожской крепости на противоположном берегу Волхова расположена старинная деревня Чернавина. Отсюда открывается изумительный вид и на крепость и на Никольский монастырь. Звездо! В Чернавина находится церковь святого святой в preparation of the vigil And the church, в частности на lyft. В Чернавино находится церковь святого Василия Кисарийского. Одноименный монастырь возник здесь в XVI веке. Монастырь был упразднен во время Екатерининских реформ в 1764 году. После этого церковь стала приходской. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Основными объектами нашего внимания были монастыри, многие из которых действуют в настоящее время. Перед их посещением мы старались привести себя в порядок, чтобы иметь вполне благопристойный вид. Свято-Троицкий Зеленецкий монастырь расположен среди непроходимых болот. Добраться сюда можно было только по железной дороге, проложенной по единственному проходимому пути среди болот. Лишь несколько лет назад была проложена автодорога, ведущая прямо к монастырским воротам. Монастырь был основан в 60-х годах XVI века монахом-мортирием. Первые постройки были деревянными, а затем стали появляться каменные. Активное строительство началось в 1667 году при игумене Корнилии. Окончательный облик монастыря сложился в период его расцвета, к концу XVII века, когда Корнилий стал новгородским митрополитом. Конечно же, в истории монастыря были и черные страницы. В 1612-13 годах монастырь был разграблен и сожжен шведскими войсками. В XVIII веке только крупных пожаров за столетие случилось шесть. В 1765 году пожар, причиной которого стало самосожжение большой группы раскольников, уничтожил ряд древних икон и книг. Была повреждена рака с мощами святого мартирия. Пожар тушили более 500 крестьян из соседних деревень. В 1937 году монастырь был разграблен. Монахов вывезли в неизвестном направлении, а монастырские постройки использовались в хозяйственных целях. В 1992 году монастырь был возвращен верующим и сегодня восстанавливается. Были по пути нашего следования и незапланированные объекты, которые привлекли наше внимание. Как, например, это озеро с крутыми песчаными берегами, вероятно, бывший карьер. Если присмотреться, то на песчаных склонах можно заметить отверстия, гнезда. Все-таки согласитесь, самый лучший художник – это природа. Подолгу можно созерцать пейзажи, созданные ею. Следующим запланированным объектом нашего изучения был город Тихвин. Субтитры создавал DimaTorzok